Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 26 июля, вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании FIBA Group в студию ведущий Роман Шевченко. Начинаем с валютной пары евро-доллар. Второй торговый день к ряду котировки данной валютной пары корректируются после достижения уровня поддержки 1,0950. При этом активность покупателей остается слабой, указывая на неопределенность рынка, которая может быть обусловлена ожиданиями результатов голосования по ставке ФРС США. Открытые позиции трейдеров не позволяют определить общее настроение рынка, так как незначительное укрепление котировок пары привело к увеличению открытого интереса, но лишь на 0,17%. При этом объемы торгов сократились практически на 29%. Средняя дневная волатильность за последние 5 торговых дней все еще удерживается значительно ниже средних значений за месяц и полгода, но рассчитывать на увеличение торговой активности не следует. Дальнейшее укрепление котировок пары к уровню сопротивления 1,1030 все еще возможно. А сейчас перейдем к валютной паре фунт-доллар. Несмотря на публикацию разочаровывающих стат данных по изменению объема ипотечного кредитования в Британии, котировкам данной валютной пары удалось вернуться в область 31 фигуры после активных распродаж накануне. Открытые позиции трейдеров не позволяют определить общее настроение рынка, так как однонаправленного ценового движения нет. При этом открытый интерес вырос лишь на 0,45% при уменьшении объемов торгов. Средняя дневная волатильность за последние 5 торговых дней продолжает снижаться, при этом волатильность торгов во вторник составила лишь 70 пунктов, что увеличивает вероятность роста торговой активности в краткосрочном периоде. Фактор неопределенности продолжает увеличиваться, но медвежьи настроения будут превалировать вплоть до момента возврата котировок выше 1,3165. А сейчас перейдем к паре доллар США-канадский доллар. Обвал нефтяных котировок продолжает оказывать давление на канадский доллар, но риск развития коррекционного снижения котировок анализируемой валютной пары все еще высок. Открытые позиции трейдеров не позволяют определить общее настроение рынка, так как укрепление котировок пары привело к увеличению открытого интереса лишь на 0,8%, при этом объемы торгов сократились более чем на 30%. Это увеличивает риск развития коррекционного снижения. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней все еще удерживается ниже средних значений за месяц и полгода. Это увеличивает вероятность роста торговой активности в краткосрочном периоде. Риск развития коррекционного снижения продолжает увеличиваться. А сейчас перейдем к экономическому календарю на сегодня. Во время американской торговой сессии будет опубликован отчет по изменению уровня потребительской уверенности в США. Снижение этого показателя негативно для американской валюты. На этом у меня все. Благодарю за внимание и до встречи в следующих выпусках программы Фокус Рынка. Фокус Рынка Фибагрупп Фибагрупп. Ваша финансовая группа поддержки.